Добрый вечер, уважаемые болельчики Рубина! Вы смотрите Рубин ТВ, я приветствую вас на третьем сборе Рубина в итальянском местечке Сент-Интауферс проходит матч, а непосредственно сбор Рубина проходит в итальянском местечке Бруника. Но все это нужно с небольшой поправкой говорить. Итальянское местечко Де Юра, оно здесь везде говорят по-немецки, да и знаете, такой колорит скорее, домики больше австрийские, поэтому мы находимся где-то как раз на границе Италии и Австрии. И вот где-то такое ощущение, что именно здесь сегодня Рубин будет проводить свой первый контрольный матч на третьем сборе. Соперник Юрмала, Латвия. Соперник, может быть, и не покажется вам на первый взгляд таким уж грозным, но тем не менее матч очень важен. Особенно важен он для футболистов, так как сегодня, как раз сегодня тренерскому штабу Ренату Белядинову предстоит определиться с тем, кто же все-таки будет играть в основном составе в этом сезоне. Может быть, с частью позиций он, конечно же, уже определился, а часть вызывает вопросы. И вот состав Рубина, стартовый состав на этот матч. Набиуллин, Бурлак, Кверквелия, Кузьмин в защите. Рыжиков, конечно же, на воротах присоединился он к команде на этом сборе. Давайте я прям по номерам пройдусь. Значит, Сергей Рыжиков, номер один. Олег Кузьмин, капитан команды, номер второй. Соломон Кверквелия, 67-й номер. Эльмир Набиуллин, 16-й номер. Цезар Навас, 44-й. 15-й номер. Сергей Кисляк, Геог Денис Караденис, 61-й номер. Сергей Кисляк, простите, не выйдет в стартовом составе. В стартовом составе по защите Геог Денис Караденис. Павел Могилевец и Магомед Аздоев, номер 90-й. Помогать в полузащите им будет Владимир Дидюн, номер 22. Да, немножко неожиданно в защите выйдет Володя. И в нападении Марка Левая, 89-й номер. И 69-й номер Сырдар Азмун. В полузащите, конечно же, выйдет Владимир Дидюн. Будет играть с краю. Посмотрим, как у него это получится. В Динамо его пробовали на этой позиции. Состав гостей здесь немножко сложнее. Вернее, вообще проще немножко у наших гостей с номерами. Они еще не знают, с какими номерами кто выйдет на поле. Поэтому, может быть, небольшая путаница. Они просто зашли в раздевалку и одели, кто какие номера придется. Но стартовый состав мы знаем. Я вам сейчас его назову. Главного тренера не назвал я. Ренат Саярович Белелединов. Главный тренер Рубина. Помогают ему Дмитрий Кузнецов и Валерий Клеймёнов. Тренер вратарей вместе с Валерием Клеймёновым Евгений Кранатов. Переходим к составу Юрмылы. Главный тренер Гоша Пятков. На воротах стоит Кристопс Дзельми. Защитники. Рич Камерун. Легионер. Вот первый легионер в составе соперника. Кирилл Корбан. Единственный русский. В основном в составе соперника воспитанник ЦСКА. В защите Дмитрий Силукс и Денис Сокольскис. Полузащита. Алексей Тищенко. Роман Сгейка. Юрий Мацук. И Диего Сильва. Вот обратите внимание на эту фамилию. Это, в общем-то, главная надежда Юрмылы. Главная надежда этой команды. Еще расскажу я, конечно же, о нашем сопернике. Расскажу о том, как он выступает в чемпионате Латвии. Чтобы был понятен уровень соперника. И, соответственно, уровень Рубина на его фоне. Нападение. Жора Диаквинишвили и Эдгар Карклинш. Такой состав у нашего соперника. Вот мы видим готовый к матчу футболиста Рубина. Переживают. Не выйдет сегодня. Они выйдут сегодня на поле. Не смогут выйти из-за маленьких, из-за небольших повреждений. И Налаги Тегежев не выйдет. Накануне на тренировке он получил досадные повреждения. Не удастся нам увидеть Руслана Камболова. Тоже у него повреждения. Сидит рядом с нами на скамейке. Смотрит этот матч. Грустит немножко по этому поводу. Руслан Ратань. Получил повреждения также вчера на тренировке. Не состоится его дебют сегодня, к сожалению. Он находится вместе с командой. Будет наблюдать за этой игрой. У Бараквакаса также не выйдет. Это вот Руслан Камболов. Осталось всего несколько минут до начала матча. Готовятся футболисты. Вот-вот выйдут на поле. В удивительном, конечно, местечке проходит этот матч. Очень красиво вокруг. Горы. Причем обычно, если горы окружают матч Рубина с двух сторон, то тут со всех четырех сторон потрясающие горы, покрытые лесом. Одно удовольствие, я уверен, здесь проводить матч. Да, и находиться, конечно же, тоже. Немножко жарко. Переехали на третьем сборе рубиновцы в Италию. Здесь всего лишь 100 километров от австрийского местечка Филла, где проходил второй сбор. Но сразу стало гораздо жарче, труднее тренироваться. Очень много интересных вещей можно было подметить на тренировке. Очень много вещей мы там подсмотрели. Очень много из этого уже можно было увидеть на Рубин ТВ. Многое мы еще покажем. Я вам еще расскажу об этом обязательно. Проанонсирую ближайшие события. Расскажу, что, может быть, пропустили, что можно посмотреть. Максим Канунников сидит вот, немножко скучает. Тоже не выйдет он сегодня. Небольшое у него также повреждение. Очень приятный парень. Очень хорошее приобретение. Пожалуй, наверное, самое громкое приобретение Рубина. Большие надежды с ним связаны. Да и Максим большие надежды связывает с нашей командой. Считает, что это поможет выйти ему на новый уровень. Очень приятный и на поле чувствуется, что с большим желанием играет. Горят у него глаза невероятным образом. Прямо так и хочется ему броситься в игру. И просто приятный парень, приятно с ним общаться. Я уверен, в Казани он сразу станет любимчиком. Ну, давайте этого дождемся. Затягивается немножко начало матча. Может быть, как раз это связано с тем, что футболисты Юрмала не могли поделить футболки. Все-таки ты не так просто выбрать номер, под которым будешь играть. Ну, вот и наши ребята выходят. Капитан Олег Кузьмин выводит на поле Рубин. Сергей Рыжиков рядом. Павел Могилевец. Как Денис Коротк Денис, Азмун, Фельмир Набиолин. Все они здесь. Вот и Владимир Дидюн. Тренерский штаб. Ну, кажется, все готово к началу матча. Много Рубин тренируется на этом сборе, точно так же, как и на предыдущем. Все сборы очень сложные у команды. Мне посчастливилось побывать на сборах других команд здесь, в Австрии. Приветствуют немногочисленных полильщиков, футболисты. Никто не тренируется в трехразовом режиме, только Рубин. И это, причем часто, это полноценные тренировки на поле. То есть, тренажерный зал может быть где-то включен. Могут быть все три игровые тренировки. И действительно так не работает никто. И удивляются, немножко даже не верят в других клубах. Так что, очень требователен тренерский штаб. Очень требователен Ренат Белединов. Очень жестко он отмерил 30 дней до первого матча со Спартаком. И подготовил ребят к тому, что будет очень сложно. Что всем нужно быть готовым, никому нельзя опаздывать на поле. Командная скорость, очень много внимания этому уделяется у Рубине. Но еще мы к этому вернемся. Совсем уже последние приготовления идут перед началом матча. Ну вот, можно разобрать номера у футболистов. Сразу видно, что 22 и 26 это нападающие. Диак Вишвили и Карклинж. Диего Сильва. Вы можете его узнать по отсутствию волосяного покрова на голове. Очень удобно. 91 номер. Ну, к счастью, с нашими футболистами все понятно. Это для нас важнее и интереснее. Ждем стартового свистка. Видно, как расположились футболисты. Четыре защитника. Поддерживают нападение в то же время в опорной зоне. Могилевец, Аздоев. Слева Кардениз. Справа Дидюн. Левая Азмун на нападение. Югдениз Кардениз сразу вступил в игру. Не дал камерунскому защитнику, новичку, начать атаку. Много новичков. Еще больше, гораздо больше, чем в Рубине новичков у Юрмалы. Так что много для них сегодня в новинку. Будут пытаться они почувствовать друг друга. Это легко объяснить тем, что положение в турнирной таблице у Юрмалы хуже не придумаешь. Последнее место в Латвии они занимают сейчас. Проходят у них турниры по системе весна-осень. Самая середина. 20 матчей привели. Всего 5 очков у этой команды. Неважно, получилось в первом круге выступить. И сейчас они пытаются много трансферов совершить. Смотрят новых ребят на просмотре у них, чтобы попытаться выправить положение. Но, честно говоря, оптимизм они не теряют. Рассчитывают, что, в принципе, это не конец всего. Одна команда покидает чемпионат по итогам турнира, по итогам латвийского чемпионата. Поэтому рассчитываю, что удастся выбраться. Большие надежды связывают со второй частью турнира. Ну, посмотрим. Значит, будет сегодня сражаться команда. Будут себе доказывать свое право выступать. Штрафной Олег Кузьмин. Ввел мяч в игру. Очень спокойно начинают команды. Действительно, куда спешить? Ускориться еще успеют. И вот Денис Карденис на фланге. Не играет вперед Павел Могилевец. Богомед Аздоев. Сломан Квирквелия. Очень сильно окреп Сломан Квирквелия в команде. Начинает этот сезон в немножко другом статусе. Очень уверен он себе. Рассчитывает, что станет, наконец, игроком основного состава. Ну, посмотрим. Очень хорошие показатели у Сломана Квирквелия. Физические данные. Мог бы он, безусловно, вступать и в легкой атлетике. Отмечают это тренеры. Быстрее всех бегает в команде на средней дистанции. Никто его догнать не может на 200-400 метров. Посмотрим, удастся ли ему перевести эти данные на поле. Мастерство. Постоянный выход в основном составе. Много подсказывают друг другу футболисты Сергей Рыжиков. Активно подсказывает обороне. Располагает защитников. Рич защитник. Это Диего Сирьва сейчас сыграл. Коллективный отбор. Очень плотно действует Рубин. Плотно к сопернику. Компактно играет. Магомед Аздоев. Первый его официальный, неофициальный товарищеский матч. В любом случае дебют за Рубин. Давайте называть все-таки не товарищеским матчем, а контрольной игрой. Еще раз, очень много зависит от этого матча. От того, как выступят сегодня футболисты. Есть сомнения у Рената Беллединова по некоторым позициям. Сегодня он рассчитывает определиться. И следующие две контрольные встречи. Старина 24-го числа и 27-го с Ироной. Будет уже примерно основной состав выступать. Сегодня мы еще увидим по сей деньгами два разных тайма. Один состав в первом тайме, другой во втором. Ну, есть предположение. Очевидно, что вот сейчас мы видим более-менее основной состав. Первый удар поворотом. Магомед Аздоев начинает атаку. Когда не свободное пространство Эльмира Набиульна. Очень много для него будет значить этот сезон. Молодежный сборный 17-летний участвовал. Теперь 19-летний. Тренер нашей команды Насаярович предполагает, что мог бы он поехать и в Бразилию, если бы не досадная травма. Так вот, выпад латвийской команды прерывает Сламан Квирквелли и опасную передачу. Пас, 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 пас. Тарас Бурлак. Павел Могилевиц. Среда Размун хорошо воспользовался своими данными. Вперед. Угловой исполнит Рубин. Нет, не угловой. Везет Эльмира Набиульна и Забровки. Тарас Бурлак не стал подавать. Посмотрел, кому можно сделать передачу. Сергей Рыжиков включается в игру. Прессинг демонстрирует латвийская команда. Назад, назад, назад. Не боится Рубин. Браво, 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 спокойно, браво. Высоко достаточно играют латвийцы. Практически к самому центру поля отходит линия защиты. Эльмира Набиульна бросает вперед с радара Размун и не дошла эта передача. Наверное, из тех игр, которые уже состоялись у Рубина, три контрольные игры были, напомню, с сербским партизаном. Хайдук сплит, Хорватия и английский Водфорд из чемпионшипа, наверное. Значит, 0-0 с партизаном сыграли, 1-1 с Хайдуком и 0-0 с Водфордом. Один мяч только забили казанцы. Это сделала Марка Девич. Марка Девич не выйдет сегодня на поле. Особенно инфекция у него, с которой борются пока врачи Рубина. Не тренируется он какое-то время. Не тренировался и накануне, расстроен этим. Потому что сейчас очень важный момент. Много нападающих в команде. Нужно доказать свое право быть в составе. Павел Могилеев в центре поля. Больше всего сейчас слышно голкиперов и двух команд. Риштепс Дзельми и Сергей Рыжиков. Активно руководят обороной. Те и другие на русском языке. Гамет Аздуев демонстрирует хорошую технику. Эмир Набиуллин. Геогданис Корденис на Срадара Азмуна. Так. Вот и Дидиун включился в игру. Хороший удар. Поквалили его партнеры. Не так жарко сегодня. Тем не менее, голкипер гостей выпил воды. Разрядил обстановку. Прием мяча. Волгомед Азмуев и Олег Кузьмин обыгрываются на фланге. Просит передачу Марка Левая. Всегда активен. Сейчас так интересно разминались, разменялись. Ричи Камерунский защитник играет против Марка Левая. Совершенно разные габариты у футболистов. Посмотрим, может быть, это сегодня Рубину удастся использовать. Не слишком умело пыталась латвийская команда выйти в атаку. Рубин продолжает владеть мячом. Эльмир Набиуллин против Камерунского защитника Ричи. И у Дениска Рыденис поддержал атаку. Марка Левая. Посмотрите, как владеет мячом. Никак не отобрать. Втроем кое-как справились. Диак Вишвили. Активен каждый раз, как только получает мяч. Вот смогли массированно латвийцы перейти на половину Рубина. Все контролирует Сергей Рыжиков. Удар от ворот. Показывает линейный судья. Не станет Сергей Рыжиков вводить мяч в игру коротким пасом. Показал, что будет длинная передача. Компактно в центре поля собрались футболисты Рубина. Еще очень важно для команды, что Сергей Рыжиков присоединился к основному составу. Сразу видно его влияние и на тренировочный процесс, потому что всегда в хорошем настроении Сергей. Магомед Аздоев. Удар поворотом рядом со штангой. Хорошо, тоже похвалили Магомеда. Важно это сейчас в начале. Важна поддержка ребят. Вообще очень хорошая атмосфера в казанском клубе. Всегда так было на самом деле. Всегда отмечают футболисты, которые когда-либо играли в Рубине или выступают сейчас, что хорошее настроение, семейная атмосфера – это конек Рубина. Поэтому и сейчас все новички легко устраиваются в команде, нет никаких проблем. Сложно здесь кому-то разбиться на группы, потому что все достаточно приветливые. Языкового барьера уже практически нет. Может быть, только у Марка Лива есть небольшие трудности с русским, но он тоже скоро, я уверен, поймет. Уже понимает многие выражения, здоровается по-русски. Конечно, надеется, что новый этап его карьеры здесь будет, рассчитывая, что попадет в сборную именно из Рубина. Особенно сейчас, когда в хорватской сборной после чемпионата мира назревает. Назревает. Ну, назрел уже, что уж говорить. Смена поколений. Никуда от нее не деться. Тарас Бурлак использует свой рост, не дает принять мяч. Досталось Магомеду Адзоеву. Магомеду Аздоеву. Показывает, что не очень хорошо с ним сыграли. Правило она все-таки нарушила Магомеда Адзоеву. Ну, очевидно, это была претензия к судье, недоволен тем, как он рассудил этот эпизод. Сильва. Диего Сильва исполнит этот штрафной. Это вот тот самый человек, на которого самые главные надежды, очевидно, в клубе. Да. Надежда есть всегда. Тарас Бурлак через центр играет. Опасный был перевод на Магомеда Адзоева в центре. Спокойно к этому отнеслись на тренерской скамейке. Ведет за боковой Олег Кузьмин. Комбинирует на фланге Могилевец с Караденизом. Павел Могилевец ищет, как продолжить атаку. Вперед играет. Не стал возвращать Магомеду Адзоеву. Достаточно смело Рубин продвигается вперед. Не все пока получается. Но мало мы видим передач назад. Больше вперед играет. Приятно это. Перехват. Владимир Дидюн. Карадениз на Марка Левая. Подключается Набиуллин. Сделал на него передачу Левая. Подача. Один из самых прыгучих футболистов в Рубине. Сырда Размун не стал. Не дотянулся до этого мяча. Отошел назад сразу Набиуллин. Видимо просит его активно подключаться. Ренат Белединов в атаку. Помогать в данном случае Караденизу и Марка Левая. Очень активно подбодривает Сергей Рыжиков футболистов. Все хорошо слышат это. Для нападающих легко ему докричаться. Всех успевает подбодрить. Вот точно так же и на тренировке. Можно посмотреть на Рубин ТВ, как вчера прошла тренировка. Удивительные совершенно удары мы там увидели от Сергея Рыжикова. Может быть даже ему предстоит мастер-класс провести ближайший, а не нападающим Рубину. Но это скорее шутка, конечно. Но посмотреть стоит. Не поняли друг друга Тарас Бурлак и Эльмир Набиуллин. Но ничего страшного бывает. Это контрольная игра. Для того она им нужна. Лучше здесь ошибиться. Никакого шанса нету силы получить мяч, когда он рядом с Тарасом Бурлаком находится. Марка Левая. Опять посмотрите владение. Передача. Гол. С возвращением, Владимир. Хорошо он отметил свое возвращение в Рубин с передачей Марка Левая. Отличная атака получилась, показательная. Никак не подобраться было к Марка и Владимир Дивидюн. Ну что ж, хорошее, отличное начало. Сказал в интервью Владимир Дивидюн, что начинает он все здесь заново. Такого начала мы и ждали. Важно это для всех. И для него персонально, и для команды сейчас, которые не забивали мы давно в контрольных матчах. Пора бы уже. Вот, сразу очень видно, активно включился в борьбу, в отбор Володи, как бы не получить карточку на этом. Марка, опять. Не очень хорошо у Сардара Азмуна получилось. Надо брать пример с Дивидюна. Молодец, Марка. Очень радует его продвижение. Причем через центральную зону не пытался он уйти во фланг. Прямо шел на соперников. Видимо, они такой наглости не ожидали, поэтому немножко растерялись. И мог сейчас второй мяч легко влететь в ворота Юрмалы. Будем считать, повезло. Соломон Кверквелия. Рослая защита у Рубина. Рослая пара центральных защитников. Как ни крути. Кверквелия, Бурлак, Навас. Пробовал Ренат Белядинов на этом сборе играть в три центральных защитника. Новая схема совершенно для Рубина. Многим еще непонятно, как она может действовать. Даже самим футболистом. Выглядело это интересно. В таком случае вингерами выступали Владимир Соболев. Я надеюсь, мы его увидим во втором тайме. Фактически он сейчас еще находится на просмотре. Но через некоторое время будем надеяться заключит контракт с Рубином. Итак, Владимир Соболев и Камиль Мулин в таком случае выступали полноправными хозяевами Бровки. Активно действовали. Активно подключались к нападению. Штрафной исполнит Юрмала. Уверенно действует Рубин. Приятно это. Приятно смотреть. И снова начинаем атаку. Быстро начинаем атаку. Павел Могилевич через центральную зону на фланг. Георг Денис Карденис готов к приеме мяча. Тут как тут. Эльмир Набиолин помогает. Сыграет с ним. Сыграл. И сразу подача. Прекрасная подача. Обычного Эльмира Набиолина. Ну, в этот раз чуть-чуть не удалась. Прекрасно он закручивает мяч. Так что он уходит от голкипера. Удобен для принятия. Сырдар Азму. Не получилась передача. Ничего, получится в другой раз. Подбадривают. Сразу подбадривают партнеры Сырдара. В хорошем настроении Сырдар. Здесь на сборе находятся, ну, как и все остальные. Был расстроен тем, что в Бразилию не поехал. В составе иранской сборной. Но, тем не менее, приступил активно к тренировкам. Много желаний у него. Большие перспективы. Было это ясно всегда. Отдает мяч Ирденис Карденису сопернику. Байер-плей. Приняли мяч, латвийцы. Отдай пас Жора. Наверное, слышали, что крикнули Диаквишвили. Активен он. Но им пока не слишком им довольны партнеры. Редко ему дается зацепиться за мяч, что и говорить на половине рубина. Поэтому хотят они им дорожить. Не получается. Просит Ирденис Карденис активнее поддерживать его в атаке. Хоть и не удалось ему получить этот мяч. Юрмала ведет мяч из-за боковой. Ирденис. Видно, что Юрмала, конечно, находится в поиске своей игры. Возможно, так и не удалось ей найти свою игру на протяжении всего первого круга. В чемпионате Латвии 20 матчей провели. 10 команд в чемпионате Латвии. В 4 круга они играют. Трудно прямо сейчас заметить, кто из этих футболистов может помочь команде совершить какой-то финальный спорт. Начинали ты Латвийц чемпионат с тем, чтобы быть в призах. Но вот как-то не сложилось. Рич вводит мяч из-за боковой. Сергей Рыжков включился в игру. Неплохо тоже. Почему бы и нет. Соломон Крапеля. Марко Левая как-то здесь очутился в опорной зоне. Павел Могилевич ушел чуть вперед. Везде успевает Марко. Поработать и в защите. Готов на все, лишь бы быть с мячом. Опять Сардоразмун немножко не получилось у него закрыть мяч. Павел Могилевич снова с мячом. В хорошем настроении в целом находится Паша на этом сборе. Ну, конечно, немножко нервирует эта обстановка, когда до конца штрафной. И нет, не дает. Не дает судья исполнить этот штрафной. Недоволен Олег Кузьмин, что и говорить. Так вот, к Павлу Могилевцу вернемся. Немножко, конечно, нервирует то, что не знает он точно, с какой команды. Но и здесь, что ли, не будет. И здесь не будет. Недовольства к судье уже больше футболистов Рубина. Давайте посмотрим повтор. Тоже Олег Кузьмин подключался. Наверное, прав судья, что говорить. Павел Могилевич не знает точно, в какой команде он все-таки начнет сезон. Неохотно об этом говорит. Видно, что это неприятно. А как может быть иначе, если ты не знаешь, ты сейчас здесь, а может быть через неделю уидишь в другой команде. Но будем надеяться, что Павел Могилевич останется с Рубином. Много надежд на это у болельщиков. Много комментариев в интернете, под различными материалами в интернете, в ютюбе. Очень хотят болельщики, чтобы он остался. Хоть он всего полгода пробыл в команде, сразу стал восприниматься, как один из символов этой команды, которая меняется на глазах. Еще раз хочу сказать несколько слов о позитиве в команде, которого много. Перехват. Ошибся снова Диакрешвили. Помогает он нам сегодня. Продолжу я после этой атаки. Владимир Диден. Ну что, почувствовал уверенность в себе, решил пробить еще раз. Вряд ли будут его за это ругать. Нервничает немного латвийская команда. Не все у нее получается. Не могут добраться до ворот, не могут принять мяч. Четко действует оборона Рубина. Вряд ли дело в подготовке. Разговаривал я с тренерами. Особой подготовки к Юрмале не было. Да не так интересно изучать, как играет Юрмала, потому что гораздо интереснее сейчас тренерскому штабу подготовить свою команду. Все-таки это в любой игре может произойти, что соперник перестроился, играет другой футбол. Вот и здесь такой немножко элемент неожиданности есть. Ну и, конечно, сосредоточен тренерский штаб на тактических передвижениях Рубина. Продолжает команда меняться, что и говорить. Перестраиваются вместе с ней многие футболисты. Вот Олег Кузьмин. Яркий пример человека, который смог перестроиться от одной системы футбола к другой. Комфортно себя чувствует. Нравится ему это. В ближайшее время смотрите на Рубин ТВ. Интервью с капитаном команды. С моральным лидером Рубина. Нашлось ему что сказать. Как и вы, многое он ждет от нового сезона. Очень хотел сыграть здесь Марк Оливай. Я не знаю, очень ли хотел сыграть в мяч, но не получилось в мяч совсем. Наверное, скорее это был тактический фол. Что еще было делать? Поблагодарили его партнера по обороне. Выручил он их. Нет к нему претензий никаких. Да, абсолютно верно. Тактический фол. Не имел права его пропускать Марк Оливай. Опять, смотрите, действует он в опорной зоне. Действовал сейчас. И смотрим. Да, Марк Оливай немножко тянут назад. Закрывает зону. Очень опасно сейчас было. Сергей Рыжиков обращается к своим высокорослым защитникам. Соломон Квирквелли извинился. Его ошибка. Как раз некоторая нестабильность Соломона Квирквелли преследовала все эти годы. И у Курбана Бердеева наблюдалось претензии к нему по этому поводу. Ренат Беллидинов тоже просит от него большего в этом компоненте игры. Все у него данные для этого есть. Отличная перспектива у защитника. Владимир Дзидин с мячом нарушил правила, показывает Лайнсман. Владимир не понимает, на каком-то языке попытался Лайнсман объяснить. Что все не так, как ему показалось. Так вот, Сарда Размун, мы видим, играет совсем впереди, высоко. Люк Денис Карденис просингует. Просит Ренат Беллидинов почаще просинговать ребят. Как только появляется возможность коллективно отбирать. Ну, естественно, не по одному, а именно коллективно. Нет никакого смысла в отборе персональном, когда один Сарда Размун будет подключаться. Олег Кузьмин можно увидеть, как по бровке атакует. Это тоже просьба Рената Беллидинова чаще подключаться к атаке защитников. Эльмир Набиуллин тоже вышел вперед. В группе защиты в таком вот случае остаются Магомед Аздоев, Бурлак и Квиквелли. Паша очень удобную передачу сделал на Сарда Размуна. Кто по флангу? Эльмир Набиуллин не подает. Магилевец направо. Вернул Магомед Аздоев. Георг Денис Карденис готов. Активно подключает фланги Рубин. Мы увидели, как и через центр пробирается атака. Видим, как и фланги подключает команда. Еще раз я вернусь к позитивному настроению в команде. Это очень важно, потому что в прошедшем сезоне было много скепсиса, негатива. Это, конечно, сказалось на всем. Это напрягало постоянно. И среди болельщиков нервозную обстановку создавало, и среди футболистов, и тренерского штаба Ренат Белядинов. Представляете себе, как себя чувствовал вообще тренерский штаб. Только что пришел, и столько скепсиса к нему. Сейчас, наконец-то, спокойно дали войти в сезон, спокойно провести эти сборы. Больше сразу позитива стало. Стали лучше относиться к Ренату Белядинову и ряд изданий, которые скептически, негативно относились. И мне вот гораздо больше нравятся комментарии, когда в Ютьюбе больше желают удачи. Дайте поработать, говорят тренеры. Хорошо, Владимир Дидюн опять подключился. Смотрите, как он хочет играть. Мог дублем отметиться. И мирный Беулин. Успел исправиться. Георг Денис Карденис. Вот еще я бы хотел обратить ваше внимание. Очень много перемещений у Рубины. Марка Ливая мы видим в опорной зоне. Георг Денис Карденис сейчас ушел слева направо. Смотрим повтор. Георг Денис Карденис. Владимир Дидюн дотянулся до мяча. Помним мы, что это козырь Владимира. Сыграть вот так в касание. Вырвался вперед на короткой дистанции. Кажется, может обижать кого угодно. С такими-то ногами. Еще раз передача. Дотянулся первый у мяча. Хорошо. Приятно смотреть на Рубин. Приятно смотреть на такую игру. Может быть, конечно, соперник сегодня позволяет многое. Конечно, никто не просит переоценивать игру. Но, может быть, сейчас это как раз то, что нужно. Шансов-то, в общем-то, сопернику и не предоставляется. Нет у него владения. Нет возможности зацепиться. Смотрите, Дидюн теперь слева. Любые перемещения возможны у этого Рубина. Был справа, стал слева. Карденис. Первый у мяча. Промахнулся чуть-чуть. Подбодрили, очень подбодрили сейчас. Кардениса. Тоже один из лидеров команды, что уж говорить. Очень большим авторитетом пользуется один из тех, кто всегда говорит какие-то напустанные слова перед выходом на поле. Показывает своим примером, как можно работать. Ни за что он не хочет уступать. Никому из молодых в Рубине. И ни на одной из тренировок выходит, сражается. Снова от Кардениса блестящая передача. Не оказалось никого в центральной зоне. Карденис опять с мячом. Передача прошла у Павла Могилеса. Через центр. Сейчас через центр действует Рубин. Очень плотно там у латвийской команды. Сложно пытаются сразу Юрмала броситься в отрыв. Что такое длинные ноги? Сламон Киркелли не дал шанса никакого зацепиться за мяч. И очень высоко сейчас опять подтягиваются защитники Рубина. Марка Левая. Вот только так удается его остановить. Только так. Устали уже. Пытаться отобрать у него мяч. Хорошее все-таки приобретение. Хороший футболист приехал в Казань. Встречайте его на улице города. Владимир Дидюн слева с мячом в полузащите. Часто очень получает мяч. Вот сейчас сместились все футболисты на свою позицию. Вернулись. Нет в этом глобального перемещения. Просто временно. Комфортно себя чувствует. Легко меняют позиции. Соломон Квиркелли не проиграл борьбу. Хочется проанонсировать некоторые ближайшие события, которые ждут болельщиков в новом сезоне. Много будет сюрпризов. Надеюсь, много будет изменений в самых разных. В работе клуба, в работе фаншопа, в работе маркетинга обязательно. Есть сюрпризы. Есть новые компании, которые готовят ребята. Новая абонементная программа. Продаются уже билеты на матч «Спартака» 1 августа. В 20 часов на центральном стадионе. Начнет «Рубин» турнир. Наверное, опять же, никто не считает «Рубин» одним из фаворитов. Но это мы еще, конечно, посмотрим. В целом, если посмотреть, опять же, очень позитивные отзывы у болельщиков, у специалистов. Состав интересный. Да, без звезд. Ну, звезды сложная материя. К ним и подход нужно особый найти. В этой команде звезд нет. Наверное, был звездой Ян Вила. Покинул уже сейчас команду. Можно об этом точно говорить. Но в опорной зоне не убавилось от этого силы «Рубина». Очень большая там конкуренция. Предстоит ребятам доказать свое право играть. Подача штрафной «Рубина». Не слишком опасно. Все контролировали защитники. Угловой показывает судья. Никто особо не спорит. Видимо, так и есть. Так и было. Угловой «Сильва» все стандарты исполняет. У Юрмалы. Подача получше, чем со штрафным получилось. Сергей Рыжиков полностью контролирует ситуацию. Вводит мяч в игру. Марка Левая с мячом. Посмотрим. Всегда интересно. Снова смещается в центр. Владимир Дидюн. Тоже демонстрирует дриблинг. Павел Могилеевец. Так, немножко вторым темпом атака пошла. Эльмир Набиуллин с фланг. Растягивают оборону Юрмалы. Еще шире. Не получилось. Может быть опасно. Все в порядке. Это называется разрядить обстановку. Тарас Бурлак Мастер. В этом компоненте. Вообще Тарас также очень уверен в себе. Во многих тренировках, в матчах подсказывает партнерам. Для Камилы Мулина он словно старший брат. Часто что-то подсказывает, помогает. Шесть минут осталось до конца первого тайма. Сейчас можно не жалеть сил. Многих выбористов поменяют во втором тайме. Посмотрим, а кто еще есть в Рубине в заявке. В запасе. Подбадривают друг друга и игроки Юрмалы. Им это, конечно, сейчас необходимо. Сложно играть без мяча. Но немножко исправились они к концу тайма. Проявили пару атак. Краденис Эльмир Набиуллин. Приятно очень. Знаешь, что делает Эльмир в каждом компоненте игры. Очень интересно на него будет посмотреть в этом сезоне. Вообще очень интересно. Уже поскорей, чтобы сезон начался. Я надеюсь, многие болельщики разделяют это мнение. Что на этот Рубин хочется посмотреть. Поскорей бы уже начался сезон. Поскорей бы этот матч с Спартаком. Тоже с новым Спартаком. Который будет играть в другой футбол. Гораздо более дисциплинированно проходят тренировки. Сейчас у спартаковцев. Конечно, закрываются. Они закрывают свои сборы. Стараются ничего не показывать. Так делают многие клубы. Стесняются, боятся что-то открыть. Но Рубин не боится. Эльмир Набиуллин подстраховал. И вот Орлас Бурлак. Сергей Рыжков в роли последнего защитника. Все, можно уже заново начинать атаку. Марка Ливая уже совершенно не удивляет приема мяча в этой зоне. Владимир. Чувствуется общее воодушевление у Рубина. Надеюсь, и вы его чувствуете. Уверен, оно передается даже через телевизионную картинку. Не говоря уже про материалы Рубин ТВ. Новый сезон вас ждет и на нашем канале. Подписывайтесь. Будет много интересного из самого ожидаемого. Сейчас закончим атаку. Сурда Размун. Видели, как выпрыгнул? Вот это его козыри. Этого от него часто не ждут соперники. Ну, пусть сейчас и не получилось. Новый сезон на Рубин ТВ. Готовим мы к премьере фильм про Виктора Колотова. Про легенду Рубина. Собираем всю информацию, которая на него есть. 3 июля. Было бы день рождения у Виктора Колотова. Могла судьба вернуть его в Казань. Мог бы он быть и тренером Рубина. Все эти подробности, отчасти неизвестные подробности его карьеры, мы раскроем в фильме о Викторе Колотове. Скоро на Рубин ТВ. Также можно будет его увидеть и на других каналах. Вообще можно смотреть передачи о Рубине на многих каналах. Многие, наверное, это знают. Но я тебе, кто еще не в курсе, я расскажу. Ну, грани Рубина выходят на ТНВ. Иван Бодылевский ведет эту передачу. Красно-зеленые огни на Первом городском угловой подадут латвийцы. Роман Шапшинский, ведущий этой передачи. И с Руфиной Газизовой эксклюзивный проект «Рубиновая кухня». Наверное, нет равных этому проекту на нашем телевидении. Выходит на канале Эфир 24. Все это, конечно, можно увидеть на Ютьюбе, на нашем канале. Подача углового. Павел Могилевич пришел. Отыграл в этом эпизоде. Досталось Соломону Кверквелли. Сразу ввели мяч в игру. Сразу встал Соломон Кверквелли. Все в порядке. Обычное дело, конечно, здесь сейчас на тренировках, что кто-то получает небольшое повреждение. Еще вчера Пакаса был отдельно занимался на второй тренировке. На третьей он уже был. Все быстро меняется. Кто-то получил травму. Больших повреждений, к счастью, ни у кого нет. А если у кого-то есть повреждения, очень быстро медицинская служба Рубина ставит всех на ноги. Гев Денис Карденис. Через центр и тут же на фланг. Владимир Дидюн. Ну, не дадут, конечно, так долго работать с мячом. Немножко отвык от игры Владимир. Не было его особо в контрольных матчах. Динамо, что не слава Черчесова. Не сложилось там. Ну что ж, может быть так и надо. Хорошо, что вернулся в Рубин. Уходил он как раз на взлете из Рубина. Будем надеяться на этом взлете. Он сейчас и остается. Продолжит. В том же духе. Первый тайм закончился на этом. Ждем мы с нетерпением тех, кто выйдет во второй половине у Рубина. Сейчас небольшая пауза. Посмотрим, какие корректировки унесет Ренат Белядинов. Вот опасные моменты. Давайте посмотрим. Первый опасный момент. Почти сразу же он случился у ворот соперника. Вот одна из атак Юрмалы. Немного их было. Немного раз Сергей Рыжков включался в игру. Гамет Аздоев. Хорошо укрыл мяч, пробил. Не следующая опасная атака. А вот как раз голевая атака. Марка Левая. Владимир Дидюн. Коротко обработал, пробил. Как раз такого Дидюна мы и помним. Отлично действовали. Оба нападающих. В данном случае Владимир Дидюн полузащитник. Очень много в составе у Рубина нападающих. Может быть это и здорово, что Владимир попробует себя в полузащите на краю. Сам он не против. Отличный удар. Пожалуй, лучший удар первого тайма, что и говорить. Магомед. Это снова Марка Левая. Снова опасный момент. Сорда Размон пробил. Чуть хуже. Ничего. Есть время настроить прицел. Были еще по краям. Когда Денис Кардениц ждал передачи, не дождался. Олег Кузьмин не удержался на ногах. Наверное, стоило попробовать пройти вперед. Не получилось на капитана нашего мужественного капитана. И Владимир Дидюн. Еще один был опасный момент. Опасно, конечно. Второй мяч мог легко оказаться в сетке ворот Юрмалы. Марка Левая. Вот то же самое. Владение. Только так можно остановить. Ну что ж, первый тайм завершен. Разминаются игроки, которые выйдут во втором тайме. А у нас небольшой перерыв. Продолжение следует. 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...